здравствуйте дорогие друзья сегодня у нас интересная тема что такое биоэнергетика и с чем ее едят наши пациенты все время упоминают эти слова причем сказывают разные версии на тему что же это такое вот давайте поговорим о том что же это такое вообще есть ли она и так далее во первых само слово биоэнергетика уже само по себе объясняет что оно такое то есть био это живое энергетика но это понятно энергия то есть это энергетика живого существа не будем вдаваться в научность или не научность потому что сегодня очень сложно понять что же научно что нет многие концепты в науке доведены просто до абсурда может это и не наука просто какая-то популяризация поэтому мы не будем вдаваться в это а просто вот мы поговорим про биоэнергетику совсем другом аспекте моей жизни был такой опыт когда я училась в школе примерно в девятом классе у нас был замечательный учитель биологии и вот как-то на уроке биологии он вызвал меня к доске и попросил рассказать тему урока а тема урока была зубы вот я рассказывала рассказывал материал я знала я прочитала и весь учебник и слушала на предыдущих уроках то есть я все отлично знала я все это рассказала ему и все что он рассказывал все что в книжке написано а ему все было мало вот он все был недоволен вот но не понял говорит что такое зубы и в итоге поставил четыре мне было обидно конечно я к нему подошла на перемене и спрашиваю что же как бы нужно то было сказать я же все рассказала вот что такое покажите мне пожалуйста в книжке да вот что такого я не рассказала он посмеялся и говорит правильно ты мне книжку пересказал что был на уроках пересказал все равно я не понял что такое зубы почему потому что нужно было показать вот они зубы все просто вот и вот для меня это был наглядный урок того что можно сказать очень много умных слов и тем не менее это не заменит наглядного личного опыта вот зуб и вот уже вот это вот ощущение понимания как бы видение этого зуба дает уже очень много о себе знать то есть уже вот я его рассматриваю я его чувствую языком я могу потрогать пальцами могу попробовать даже выдернуть да не буду делать но в принципе могу и это все мне дает очень много информации о том что же такое зуб вот так же из биоэнергией чем долго объяснять умными словами что это такое давайте проведем просто наглядный эксперимент вот вы сейчас кто смотрит это видео поднимите руки поднимите да вот они у вас теплые сейчас холодные вот потрогайте ими свое лицо ощущаете как это вот сейчас потрите вот трите потрите ладони так чтобы они разогрелись 3 3 я тоже тру и вот они у меня уже нагрелись а теперь приложите их снова к лицу чувствуете разницу правда сейчас намного приятнее вот это вот наглядное проявление биоэнергетики причем не какой-то там любой биоэнергетики а вот вашей собственной давайте поговорим про конкретное применение этой энергии собственно наша тема на сегодня это целительство с помощью человеческой энергии заметьте я не говорю с помощью энергии человеческого тела это важно энергия нашего тела это только некая часть той энергии с которой мы как люди можем иметь дело существуют другие виды человеческой энергии и мы ими пользуемся постоянно ежедневно некоторые проявляются через слово помните словом можно вылечить словом можно убить некоторые проявляются через какие-то действия очень много видов человеческой энергии проявляется через коммуникацию между людьми то есть когда мы разговариваем с кем-то общаемся мы обмениваемся энергией в общем человеческая энергия окружает нас везде где есть мы сами и где есть другие люди и причем собственно люди чувствительные прекрасно знают что чем больше людей вокруг нас тем больше этой энергии и тем сильнее люди чувствительные и чувствуют иногда это может быть даже весьма утомительно человеческая энергия разнообразна и участвует практически в любом нашем деле то есть все что мы делаем там участвует наша энергия некоторые виды этой энергии можно измерить кое-что можно зафиксировать какими-то приборами ну наверное все читали или слышали про эффект кирлиан некоторые виды фиксируем только мы люди то есть вот своими ощущениями потому что приборов для этого еще просто не придумали то есть наше тело она это очень сложный многофункциональный прибор так что у нас с целительством с помощью человеческой энергии во первых не сомневайтесь это всегда было и есть помните поговорку как рукой сняло раз как рукой сняло и не стало вот это вот про него про целительство с помощью человеческой энергии всегда были есть теперь те люди которые обладали обладают более сильной энергетикой чем большинство других людей у некоторых этот избыток настолько велик что они могут давать часть своей энергии другим без вреда для себя наиболее часто встречаются люди с избыточной энергией тела руки у них как правило горячи и такие люди умеют заживлять раны переломы ожоги и прочие проблемы связаны именно с телом некоторые из этих людей успешно практикуют в наше время и к ним идут люди с ревматизмом с проблемами спины и другими подобными заболеваниями и вполне успешно выздоравливают многие из этих целителей осваивают и другие техники работы с энергией например иглоукалывание различные виды массажа приема остеопатии другие то есть они как бы комбинируют различные приемы и собственно если так вот посмотреть внимательно то именно от энергетики мастера зависит сможет он вам помочь или нет и вот это вот вероятно определяет те споры например помогает иглоукалывание или не помогает да у одного человека поможет другого не поможет почему а вот именно вот поэтому гораздо реже встречаются люди которые умеют исцелять заболевания связанные с внутренними органами например опухоли вот к сожалению скажем так я достаточно молодая и не имела так сказать возможности знак познакомиться или встретиться например с такой целительницей джуны про который много известно но я читал свидетельство того что она могла например это делать и совсем редко встречаются люди которые могут работать с нервной системой люди которые способны выходить за рамки человеческой энергии и иметь дело с энергией бога с энергии божественной таких вообще на перечет за всю историю человечества так что все это всегда было но все это очень сложно и есть еще один аспект среди целителей нету даже двух одинаковых то есть все мы разные скажем так энергетический профиль он индивидуален уникален у каждого человека и уж тем более у каждого целителя все это имеет гораздо больше нюансов чем я здесь рассказываю я не могу охватить как бы все потому что количество информации которые просто вот даже мне известно на данный момент она не может никак уложиться формат такой короткой лекции нужно хотя бы книга да в общем и не одна нужна например книга которая пишет виды энергии которыми могут обладать люди нужна книга описывающая как работать собственной энергетикой чтобы восстановить и сохранить свое здоровье причем таких книг уже написано и все равно я чувствую что я могла бы написать еще вот и нужна книга которая пишет что происходит когда мы вступаем в контакт друг с другом а уж на тему как исцелять других тут наверное одной книги не хватит нужно несколько поэтому я вам просто приведу еще один пример вот разница в энергетике как это влияет вот вы водите ваших детей каким-то специалистам например к логопедам и вы видите что с одним логопедом ваш ребенок расцветает хочет говорить петь повторяет вы видите прогресс а другим вообще не идет на контакт ничего не хочет делать вы скажете ну да у этого логопеда талант а этот второй просто ремесленник а в чем разница разница вот в чем разница в их энергетике да вот это вот умение разговаривать неговорящего ребенка повести его за собой это тоже вид человеческой энергии у кого-то ее больше у кого-то и и меньше кто-то научился ей виртуозно владеть с удовольствием употребляет на благо там детям или еще кому-то кто-то другой не только не научился но и растерял то что было то есть вообще потерял потенциал такой тоже бывает ну а сейчас давайте немного расслабимся еще раз прочувствуем нашу биоэнергию давайте начинаем дышать вот просто вот сидим и дышим дышим и чувствуем как наши руки разогреваются можно и даже потереть немножко эти руки разогреваем их разогреваем а теперь вот начинаем чувствовать как вот у нас каждый раз как мы вдыхаем мы вдыхаем наши ладони и там образуется энергетический шарик чувствуем его вот у меня уже образовался вот дышите до тех пор пока вот у вас тоже вы не почувствуете что у вас в руках теплый энергетический шарик вот почувствуйте представьте себе какой он горячий у вас в руках немножечко шершавый дышите дышите и вот он этот шарик теперь берем подносим этот шарик солнечного сплетения и вкладываем его в себя ощущаем как тепло расходится по желудку всему району солнечного сплетения вот это наша биологическая человеческая энергия а теперь еще дышим делаем еще один шарик чувствуем его чувствуем вот какой он горячий этот шарик прям вот в ладонях прям ощущаем его ощущаем вот он у нас уже образовался но у меня он уже сразу образовался но я надеюсь у вас тоже вы уже почувствовали это не сразу может получиться потому что нужно иметь определенный навык чего ощущаем чувствуем как шарик горячей у нас в ладонях а теперь берем и вводим этим шариком по лицу чувствуем его чувствуем кожи лица этот шарик кожи лица чувствую его жар какой он горячий переберем размазываем этот шарик прям по коже ну как ощущение у лица понравились на самом деле это отличное такое косметическое упражнение если такое делать регулярно не забывать на ночь что кожа станет гораздо свежее и здоровее я догадываюсь что руки вероятно нагрелись все таки не у всех и вот тем у кого руки не нагрелись если вы моложе 37 лет то вам необходимо проверить состояние вашего позвоночника в первую очередь в районе груди и шеи потому что именно зажимы там мешают току энергии мешают рукам разогреваться а вот если вы старше 37 лет то помимо позвоночника вам стоит проверить еще и работу щитовидной железы потому что к этому возрасту уже начинается снижение функции и это тоже препятствует разогревать разогреванию ваших рук и еще вот последнее замечание пожалуй что если у вас не нагрелись и руки в этом коротком упражнении то я могу вам посоветовать поделать мою медитацию которую тоже найдете на нашем канале на общее оздоровление взрослого человека впрочем если руки у вас нагрелись то эта медитация все равно принесет вам пользу ну а теперь до свидания всем хорошего дня